Вертание до дому про 77 годов в Лоевском районе Знайшли останки шаревонармейца Владимира Лайкова 18-годовый солдат из Новозыпкова лечился пропавшим без весток Сегодня на меже Беларуси и России его останки передали родным для первопахования За церемонии назирала Ганна Корольчук Это Павел Безручко, отделник Гомельского областного пошукового объединения памяти Айчины Миновит Айон Ужниу не зарабил важную знаходку подчас раскопок Калялоевского водосховища в районе Вестки Марс Поднял медальон, гильза была нестрельная с винтовки Мосина, обвернута винтом На бруслере ячейки одиночные Поехал я домой, ночью мне приснился сон Приснился мне наш герой Лайков Владимир Тимофеевич И попросил у меня помощь На следующий день я со своим коллегом Андреем Плющом Поехали на это место исследовать И оказалось, что останки бойца находятся в этой ячейке, как он мне приснился Установить особу солдата допомогла записка, укладенная у гильзу На шматку паперы было написано имя бойца, год на роджение, место жахарства Над воротным боку имя его родной сестры Якая была радость и издевление Павла, коли после взорота до российских коллег Отрымалась и знайсти пляменница у Владимира Лайкова, Любову Мельникову Такие выпадки для пошуковиков с оправдной редкостью удача Не глядяши на то, что молодой человек удельничал в раскопках с дятинства И он у першины узнайшел останки солдата И до того, что помог вернуть их родным У меня два прадедушки погибли в начале войны, пропали тоже без вести То есть появилась такая цель, что дай бог они тоже найдутся Цель есть, надежда есть, что они тоже могут вернуться домой Уверостни 43-го года после вызволения родной везки Замишева В Новозыпковском районе 18-годовый хлопец Владимир Лайков Был мобилизован 307-й стрелковой дивизией И он удельничал в боевых деяниях за вызволение Лоевской земли Однако празд два месяца перестал выходить на сувя с семьей Его лечили пропавшим без весток И батька Владимира празд 10-ти годы после закончения войны Безвынякова протягивал шукать своего сына Сегодня урну с его прахом от пошуковика упрымала его племенница Любов Мельникова Она народилась в 47-м годе, а про своего дядьку ведает только про сказах Матули Моя мама его сестра, вот этого Володи Она все время плакала, когда его не стало И мы очень рады, конечно, что не говорят нам, что он погиб там где-то с чем-то А говорят, что он просто погиб при защите Родины Бойца червоной армии похивают уродные вестцы У солдатской могилы недалеко от его батьков Под час 46-й церемонии кировництво Бранской в области Выказала подяку Гомельскому облвыконкаму И пошуковым отрядам Гомельщины за работу по увековечиванию памяти загинувших солдат Война протягивает нагадывать про себя прозноденные предметы, зброю и гильзы Только за последние 3 годы в Лоевском районе удалось установить имены больше за 500 ранее невядомых солдат И эта работа протягнется Ганна Крайчук, Валера Хапанько, телерадио компания Гомель